Он уже справился с моей уловкой! Тан Сан против Бебидон, монстры Шрека против Ангельского войска, а Чин Синий Гурон борются с титулованными Духовной Империей. Сражения происходят на всех фронтах. Действительно, прибытие Ангельских ребят сильно переменило ситуацию на поле боя. Особенно мощные их массовые атаки и навыки слияния. Например, пушка Ангельского света реально выглядит не слабее 9-го навыка титулованного и имеет колоссальную огневую мощь. Только представьте навык общего слияния 76 мастеров выше 70-го ранга. Именно столько ангелов в их войске. Даже монстрам Шрека, которые уже на 80-х рангах, нелегко приходится. Поэтому в бой эпично ворвались мастера армии Тан со скрытым оружием. Доработанные и улучшенные арбалеты Джуге оказались очень эффективны против могучего войска Ангелов. В этой серии снова пали два сильных мастера Бивидун. Их смерти толком не показали. Но очевидно, они были побеждены и погибли. Титулованный мечник не оставило ни малейшего шанса Леопарду. 97-й ранг против 95-го. Видна разница. Против сильнейшего мастера атаки на континенте не попрешь. Хватило лишь восьмого навыка Чинсиня, чтобы расправиться с призрачным леопардом. Интересно, выпали ли какие-то духовные кости? Также костяной дракон полностью разгромил титулованного рыбодикобраза. После его смерти виднелись лишь несколько вещей. Это могли быть духовные кости, но они обычно ярко сияют от духовной силы. А значит это были просто части брони. Тан Сан внутри крепости довольно легко разгадал ловушку Бивидун и справился с этими статуями. Настоящая битва с императрицей ждет нас в следующей серии. Судя по анонсу, Бивидун будет в беде, и Хулена будет умолять Тан Сана пощадить ее. Но самое крутое, что нас ждет, прибытие священнослужителей Зала Духов. Это сильнейшие мастера 96-х рангов и выше. Для духовного храма они что-то наподобие защитников тотемов на острове Морского Бога. И играют большую роль в храме Ангельского Бога. Подчиняются они напрямую Циндаолю. И могут, если понадобится, даже свергнуть Понтифика. С тех пор, как Бивидун была ранена светом Асуры, она все больше и больше уступает Тан Сан. Ее сила истощена и очень далека от пикового состояния. Она не могла выдержать взрывной силы Трезубца Морского Бога. Бивидун пошла на крайние меры. Согласно анонсу, она использует свой козырь, навыки духовной кости, которые даже смогут обездвижить Тан Сана кроваво-красных кристаллов. Но в итоге она оказалась в проигрышном положении. Тан Сан с Трезубцем в руках властно идет к Бивидун, готов ее уничтожить. Но Хулена со слезами просила Тан Сана пощадить ее учителя. Также в трейлере показали несравненное скрытое оружие. Лотос Ярости Будды. Его сила пугает. Если титулованный встретится с ним напрямую, ему не выжить. Помимо битвы с Бивидун, Тан Сан также должен был отвлечься, чтобы решить проблему с Легионом Ангелов. Поэтому в критический момент Тан Сан подал сигнал Сяаву и велел ей атаковать. Кажущийся таким могущественным Ангельский Легион будет махом разбит. 76 мастеров Ангелов в один миг будут уничтожены. Когда Сяаву достала это скрытое оружие, Хулена сразу поняла, что что-то не так, и отчаянно попыталась остановить атаку, но было слишком поздно. Когда Бивидун умирала, неожиданно появились сильные мастера, посланные Цендаолю, чтобы поддержать ее. Это сильно удивило Бивидун, а Тан Сан ощутил большую угрозу. В зале духов всего было 7 великих старейшин, но Цендаолю бы слишком занят, помогая Цендаолю стать богом, поэтому он не придет. Цендаолю доверил все задачи уважаемому второму священнослужителю, Золотому Крокодилу. Силу этого титулованного нельзя недооценивать. Его уровень достигает 98-го, и у него также есть Духовное Кольцо, 100 тысяч лет. На картинке мы можем видеть сияющее тело Золотого Крокодила. Помимо него прибыли также братья с драконими посохами, оба 96-го ранга. Один из них уже сражался с Тан Саном в городе Силу, и после этого случая он стал куда серьезнее и осторожнее. Тан Сану помимо них придется сразиться с 15-тонным титулованным, что является немалым испытанием. Как только 6 жрецов прибыли на перевал Дзелин, ситуация тут же изменилась, и Тан Сан был чуть не убит Золотым Крокодилом. Но в тот самый момент, наконец появился Тан Хао. Боевой дух молота чистого неба вышел из себя. Дебют Тан Хао является самым ожидаемым сюжетом в ближайших сериях. Согласно оригинальной книге, когда Золотой Крокодил напал на Тан Сана, кувалда Тан Хао уже была на месте, и он прямо ударил Золотого Крокодила, спасая Тан Сана. Это будет неимоверный бой. Спасибо большое за просмотр. Напишите, битвы с каким титулованным 96-го ранга и выше вы ждете. Подписывайтесь на канал и всем пока.